Здравствуйте, дорогие друзья, мы снова качаемся, сегодня делаем жим лежа, грудные мышцы и с нами чемпион лифтинга, бодибилл, чего ты не чемпион, скажи, пожалуйста, Сергей. Кроссфит точно не брал. Кроссфит это для других ребят. В общем, скажи, пожалуйста, нам самое главное интересно понять, мы сегодня только грудь делаем? Ну, в основе будет у нас сегодня тренировка груди, тренировка будет сегодня, скажем так, в рамках объема работы тяжелая, в рамках силовых показателей средняя, то есть мы будем работать с силовыми подходами в некоторых упражнениях, но вес будем брать чуть выше среднего, в основном будем работать над объемом работы, то есть количество повторений, отдыха поменьше. Скажи, пожалуйста, для тех людей, кто только начинает разбираться, как это воспринимать, ближе к бодибилдингу или повреждению? Это больше бодибилдинг. Это больше бодибилдинг, да, то есть мы и веса будем брать довольно-таки неплохие с точки зрения, ну, силовых там каких-то, да, моментов. Все равно мы берем те веса, которые контролируются, которые, в принципе, хорошо у нас в руках держатся, то есть каких-то форс-мажоров у нас произойти не может. То есть мы на рекорды не идем, это очень важный момент, поэтому безопасность превыше всего, дорогие друзья. Поехали! Скажем, с одной стороны погреться, по ощущениям, может быть, по своим описаниям, вот честно, я не выебываюсь. Миновазин, никофлекс, что-то вот из этих вариантов. Предварительно все свои старческие болячки смазываются, протираются, прогреваются. Отдельно предварительное утомление мы делаем, сейчас в данный момент это будет кроссовер нейтрального положения. Потом уже идет, допустим, базовое упражнение. Жим штанги лежа. Пирамидкой греемся, в зависимости от комфортного прибавления. У меня, например, комфортное прибавление либо кратно 15, либо кратно 20. Объясняю, что это такое. Это когда мы с каждой стороны по пятнашечке накидываем, или по десяточке накидываем, либо по двадцаточке, в зависимости от того, как греты. И уже после этого, когда мы к рабочему весу пришли, на нем уже отрабатываем потихонечку все эти моменты. И все. Тяжение чувствуешь вот именно вот в этих предварительном утомлении? Ну, во-первых, я стараюсь нормально погреться для того, чтобы, собственно говоря, не убиться очень сильно. Это раз. Во-вторых, я больше работаю на тем, чтобы мышцу прожать. Естественно, определенное жжение есть. Но в отказ никогда не работаю. Объясню, почему. В базовых упражнениях. В хаммерах, в кроссоверах, пожалуйста, вообще не проблема. Хаммер тебя не придавит. Хаммер тебе грудь не оторвет. В кроссовере то же самое. Это самый вариант безопасный. Если мы говорим про базовые упражнения, там лучше по минимуму на такой ересе страдать. Потому что оторвать там что угодно. Очень легко и просто. Так, ну, собственно говоря, предварительное утомление. Как правило, я выбираю кроссоверы. В зависимости от того упражнения, которое стоит вторым номером из основных, меняется угол. То бишь, если мы работаем сегодня, как вот я буду работать в горизонте, я работаю нейтральным кроссовером. Он очень хорошо растягивает мышцы, греет плечи. Трицепс в этот момент выключен. То есть мы целевые мышечные группы прогреваем, готовим к работе. Вот. После этого я уже иду на горизонтальный жим. Если, например, у меня он под наклоном, то я сюда загоняю скамеечку. И, собственно говоря, делаю своего рода разводку только в блоке. Крящ. Чего стабилизатором ноги-то включаешь? Плечи стабилизатором пускай будут. Сергей, я это упражнение не делаю, если честно. Скажи, пожалуйста, вот как с чего начать? Растянуть максимально грудь вообще? Какая цель здесь? Первое. Надо установить правильно валик в нейтральное положение. Нейтральное положение заключается в том, чтобы у тебя рука была на уровне ниже плеча. То есть вот если смотреть, рука ниже плеча. С учетом того, что ты стабилизатором делаешь плечо. Что это означает? Мы вперед ложимся на блок, оттягивая таз назад. Ноги при этом у нас в разножку не вступают. То есть мы полностью позволяем организму лечь как бы на блок. За счет этого мы растягиваем грудную клетку. Выставляется высота. Берем. Как ты считаешь? Все правильно будет, да? Да, у тебя нормально. Мы ростом плюс-минус одинаковый. Ну, да. Ты выходишь вперед. Ноги ставишь чуть шире плеч. Вот так, да. Жопу открячиваешь назад. Локоть смотрит вот в это положение. Сильно вперед не наклоняйся. Вот. Вот этого достаточно. Теперь ты приводишь руки вперед, перед глазами. Голову поджимаем к груди. И ты приводишь их перед глазами. Перед глазами. Да, да. Вот. Сейчас все правильно. А-а-а. Да, да, да. Все. А я-то хотел вниз. Понимаешь? Вниз не надо. Он по этому нейтральном положении-то. Он по этому нейтральном положении находится. Видишь? Уже все хуевенько, да, получается? Ты не можешь стабилизатором делать тело. Вот у тебя плечи уже стабилизатором становятся. Поэтому тебя трясет. Да. На нужное расстояние. Поэтому нужно выйти на блок прям не боясь лечь. Да, на блок прям не боишься ложиться. А голову могу вниз, да? Голову можно вниз. Ты как будто упираешь ее в грудь. Я думаю, сейчас второй подход, да. А смысле не будет. Гениальный план Уолтера. Надежный, бля, как швейцарские часы. Вот. Следующее у нас упражнение, как я уже говорил, базовое. Это горизонтальный жим. Я на самом деле его не делал кучу лет. Грубо говоря, полтора где-то года нормально я его и не делал. Потому что в основном работа была на наклонных поверхностях. То есть это либо позитивный, либо негативный наклон. Либо работа гантелями. Сейчас возвращаемся все-таки к истокам, скажем так. Пауэрлифтинг, все дела. Вот. Вспоминаем базу. Поэтому будем работать уже по весу. А, прохват. Прохват. Вообще я использую обезьяньи так называемые. То есть если схват замочный, стандартный, я палец убираю с замка, для того, чтобы лучше сцепление с грудью было. Ну и, собственно говоря, хоть и такой довольно-таки опасный хват, но у меня чувствительность хорошая. И я контролирую вес, которым работаю. С таким хватом. Сколько это процентов сейчас у тебя в процентном соотношении? Слушай, ну у меня был рекорд здесь 245. Без паузы. То есть с паузы у меня 240. Поэтому, ну вот, рассчитываем. Сейчас 140. Ну, короче, где-то 50 получается. Так же легонечко, красиво, ювелирно. Да, давай. Раз, два, давай. Легонько, легонько. Вот так. Все, моя. Отпускай. Что скажешь зрителю про локти? Локти? Ну, в моем случае я, например, имею особенный жин. Как мне многие говорят на Чемпионате мира, я жму грудью. То есть я не использую рычаги какие-то короткие. То есть у меня довольно-таки все просто. Давлю грудью, давлю трицепсом, локоть уходит в сторону. Но он двигается не назад, а чуть ниже плеча. Для того, чтобы лучше сокращать грудную клетку. Вот и все. Серег, твое отношение, когда жмут и, соответственно, локоть примерно выводят на уровень плечевого сустава? Блин, ну это чревато травмы в первую очередь. Те, кто травмировал хоть раз плечо, те, кто раз травмировал грудь. Я думаю, выпендриваться здесь не станут. Я на самом деле не советую так жать. Просто это банально травмоопасно. Рисковать собой, ну не знаю, я не вижу смысла. Нужно быть целесообразным в этом вопросе. Аккуратно. Но всех остальных смыслов? Локоть, конечно, должен двигаться чуть ниже плеча. Это самое безопасное выполнение. Мы сейчас немножко пойдем выебываться. Сейчас будем чуть-чуть прибавлять, как раз посмотрим. Сергей, еще один момент, соответственно, который вот особенно для обывателя до сих пор. До сих пор те мы, кто не профессионалы, спорим между друг другом и все остальное. Скажи, пожалуйста, где вот эта грань между приемлемым мостом, где мы просто себя застабилизируем, а где это уже какая-то... Слушай, мне сложно сказать, знаешь почему? По той простой причине, потому что я моститься не люблю. Я в принципе жму без моста. Ты вообще прям лежишь на скамее? Ну, мне, например, говорят, что это не мост, то есть у меня небольшой прогиб. Покажи для нас, вот не для работы, да, не поднимая вес, а просто именно вот прогиб на сколько идет. Все. Вот весьма прогиб. Ну, у тебя что напрягается? У тебя напрягается повздошная часть поясницы? Да, особо сильно нет, я ее расслабляю. А что напрягаешь? Ноги включаешь во время жима? Не включая ноги, исключение, когда я иду на экстремальные веса, то есть 240, 235, 232. Вот в этом случае я включаю в рычаг ягодичные мышцы, я напрягаю лучше каркас верха части тела, я напрягаю бедра и вдавливаю себя лучше в пол. В случае рабочих жимов я стараюсь этого не делать, потому что мне необходимо поработать над грудью и над плечами. Это первостепенная моя задача. Как я уже говорил, я работаю грудью, у меня нет вот этих сокращений рычагов, то есть я их убираю. Я учусь сразу тяжело жать для того, чтобы потом мне не надо было маститься там, что-то делать, сокращать рычаги, чтобы мне как-то траекторию уменьшить и пожать вес. То есть я работаю с полным объемом работы, мне это не сложно. То есть для меня это лучше, чем вот что-то другое. То есть для меня вот эта вот концепция, она более рабочая. В принципе, опять-таки, как мы уже говорили, разница между пауэрлифтингом и бодибилдингом, она огромная. Бодибилдинг – это объем работы, это сокращение мышц, это работа с разными фазами, то есть там все зациклено на том, чтобы мышцы целевые работали. Пауэрлифтинг – это все-таки подъем, преодоление какого-то критичного большого веса, опять-таки, всеми доступными средствами, включая сокращение непосредственно дистанции работы над весом. То есть мы мастимся больше, блядь, замок больше делаем, хват, блядь, увеличиваем. Там все средства хороши в рамках правил. То есть там, блядь, можно взяться на краю прям, чтобы, блядь, вот такой у тебя хват был, если ты в засечку не залазишь запрещенную, все заебись, ты можешь сжать. Поэтому, опять-таки, нюансов очень много в зависимости от работы. Вот. Я стараюсь, опять-таки, работать просто на совесть с мышцами, все, мне больше ничего не надо. Задача в чем заключается, моя вот конкретно? Сократить мышцы, выполнить необходимый объем работы и поработать с весом. Все. Это вот моя целевая задача. Пауэрлифтинг уже сейчас это, я бы сказал, постольку-поскольку такое, знаешь, отголосок из прошлого. Вот так вот скажу. Все-таки я изначально штангист был, поэтому мне это как бы ближе. Разминаешься, занимаешь, спинкой поворачиваешься и работаешь. А? Да-да-да, можно дельтой это, кстати, сделать. Ну, начнем с того, что, блядь, мы как Смаев не перебинтовываем, блядь, локти. Ты тоже сравнил, блядь, хуй с пальцем. Почему об этом сказать, Сереж? Про что именно? Про Смаева, про видео это можно оставить? Бля, ну опять-таки, я говорю в рамках спортсмена, который успел по пауэрлифтингу. Бинтовки локтей, первое, я вообще отрицаю такие бинты. Я против бинтов на локте, если только это не аптечный эластичный бинт. Вот эти, блядь, инзеровские бинты небучие на колене, я даже на ногах не бинтую, никогда никому не советую. Почему? Потому что у меня был пример человека, который неправильно перебинтовался, у него, блядь, тромб образовался. Я как-то после этого, блядь, зарекся, что бинты такие я бинтовать так не буду. Это первый момент. Второй немаловажный момент. Вы меня просите про... Я просто музыку ставлю для подхода. Второй момент немаловажный. Человек не может зафиксировать штангу в замок. То есть в замок не может человек зафиксировать элементарно, блядь, в локте. То есть локоть, я правильно понимаю, локоть же у нас должен разгибаться полноценно. Слушай, если мы говорим с точки зрения работы с весом, ну типа, да, если... С точки зрения пауэрлифтинг. Да, если фиксировать, пока человек в замок руку не вставит, ему команды старт не дадут. Он вот так вот будет сидеть 20 минут, блядь, если потребуется. Ему судья просто вот так будет смотреть, скажет, ну ты сидишь, иди, может так долго сидишь. То есть, ну разница в этом заключается. То есть нам необходимо в замок в первую очередь руки вставлять. Второй момент, опять же таки, там очень сильная ароматизация идет за счет того, что там пережатие сильное. То есть он опускает, там пружинный эффект колоссальный, ну это как слим держать. Я говорю, тут какой момент очень забавный, ну не забавный, ироничный. Попробовать просто пожать в рамках пауэрлифтинга, правильно. То есть вот, бинты убери, максимум кистевые оставь. С замка начинай, подержи ее, зафиксируй секунды 2-3, потом иди. И вот исходя из этого уже смотреть, что будет. Я бы, наверное, еще такую ремарку... С точки зрения, кстати, я хочу сказать, с точки зрения работы, тренировок, нормальный мальчишка, нормальный парень. Тренируется для себя, получает удовольствие, снимает просто для себя. То есть если смотреть на него с точки зрения, как бы как, там я не знаю, обычного блогера-спортсмена такого, ну как спортсмена, блогера, фитнес-блогера, да, это так можно назвать. Ну, хороший парень, добрый, ни против кого что-то плохого он не говорил, я по крайней мере не слышал. Если такое есть, ну, бога ради, опять-таки, дело каждого. Если говорить с точки зрения соревнований, этот вес очень сильно хаотичный. То есть я уверен, что он значительно меньше пожмет без этих бинтов, значительно меньше пожмет без замка, то есть зафиксировано. Ну, естественно, по рамкам правил, надо ее опустить, подержать, подождать и стартануть. Поэтому черт его знает. Ну, было бы, кстати, интересно посмотреть в рамках пауэрлифтинга, сколько бы он пожал. Вот это вот реально любопытно. Я бы так сказал, что я думаю, что вообще человеку с такими задатками, как минимум, можно просто годик переделать технику. Я думаю, что там просто есть опасения с точки зрения выступлений. Травмы или просто общие страхи, что проиграет, не оправдает ожидания, скорее всего это. Слушай, у меня отношение наоборот всегда такое. Я в азарт вхожу, мне всегда интересно выступить, всегда интересно поработать. Вот так вот. Ну, пауэрлифтинг, мне кажется, это вообще про азарт, да, здесь? Блин, я бы даже сказал, там не только азарт, там знаешь как, там и стратегия, там тактика. Потому что бывает такое, что человек же попадает с какой, равный тебе по силе, и вы вот нос к носу идете. Он тебя в приседе может опередить, ты его хуяк в жиме обогнал. А в становой тяге уже начинается прям, я это называю, королевская гонка. И вот вы там весами друг друга что-то там жонглируете. Там тоже свои системы эти есть, очень интересные. То есть это все очень-очень интересно смотрится, особенно в рамках проведения соревнований. Понятно. А сейчас будем снимать уже кроссовер снизу вверх. Как раз к ребятам вернусь. Мермидонцы мои, я с вами. И расскажи, Сергей, что мы сейчас делаем? Для чего? Сейчас уже мы будем прорабатывать кроссовер, но уже в другом варианте. Если предварительное утомление мы делали небольшим весом, для того, чтобы нагрузить грудную клетку, растянуть ее, напампить, кровью налить, подготовить к работе. Сейчас уже будет проработка. Здесь мы уже будем брать веса побольше. Здесь кроссовер выглядит следующим образом. То есть я беру рукояти, блок мы поднимаем максимально высоко, наклоняемся вперед. Ноги опять-таки у нас находятся на ширине плеч. Я обычно в таком выполнении свожу перед собой, перед глазами прям. То есть вот. И в исходную. Для меня важно в этом упражнении слишком сильно не растягивать руки назад. То есть вот надо чувствовать, когда грудная клетка у нас растянулась, грудную мышцу мы прям потянули, почувствовали. Но не расслаблять плечо. То есть вот примерно в этом диапазоне у меня рука остается, я сразу привожу ее внутрь. Объясни для нас. Вот у нас есть камеры, они всякие разные бывают тоже, больше растяжки дают. Есть кроссовер, есть бабочка, есть бионтелия. Как мне, вот я пришел, не знаю, месяц занимаюсь, да, для себя понять, что мне надо вот кроссовер делать, а не бабочку. Ну я считаю, что кроссовер в принципе это упражнение для более прошаренных. Почему? Потому что если обратить внимание на все тренажеры, вот которые ты перечислил, сведения, хамеры, у тебя точек опоры там сколько? Три. Спина, жопа, ноги. Здесь точки опоры всего одна, только стопы. В зависимости от положения корпуса ты как раз сможешь стабилизатором делать, например, плечи. То есть ты прям ложишься на тренажер, у тебя уже растяжка идет исключительно на плечи. Очень хорошо испытывает нагрузку, вот у меня грудь здесь. Я ее хорошо чувствую, растягиваю. За счет вот этого как раз я прям с самого начала движения концентрируюсь лучше. Мне так проще. Плюс вес ложится по-другому на меня. Поэтому я более, так сказать, как бы даже сказать, не комфортно, а сейчас подберу слово, подковыристо, вот так вот скажу, тренирую грудь этими упражнениями. То есть кроссовер, поэтому я считаю, что это такой вид упражнения, которое надо уметь правильно использовать, это раз. Во-вторых, в тренировке надо его правильно уметь вставить. То есть вот по факту, чем меньше точка опоры, тем сложнее упражнение. Поэтому я считаю его одним из сложнейших. Хотя я не скажу, что с точки зрения веса, травмы, оно как-то превалирует, например, над жимом, допустим, гантелями или штангами. Они, естественно, травмоопаснее. Естественно, травмоопаснее. Самое травмоопасное, конечно, это штангой работа. Потому что чаще всего, где грубая клетка отрывается? На жиме штангой. Что-то гантелями редко явил, чтобы отрывали. Максимум, что бывало, это на бренденшафт делали. Ну, чтобы вы понимали, бренденшафт, это когда ты выжимаешь гантели, вот так вот ее шлеп себе, на голову положил, а это называется на бренденшафт. Мне кажется, вообще все травмы гантелями, да, они из-за дестабилизации. Все верно. Не умеешь контролировать вес, если чего, получается вот эта вся жопка. Сереж, смотри, неправильный вопрос, по сути, да, с точки зрения профессионального спорта, но с точки зрения вот мне, как обывателя, всегда хочется иметь какое-то понимание, да, сколько у меня займет время, плюс-минус, если вот, допустим, возьмем даже, ну, среднестатистических, вот, твоих ребят, которые попадают в кадр. Если они захотят у нас готовиться на область, к примеру, и на Россию, плюс-минус, вот сколько это занимает у среднего посетителя. Ну, давай в первую очередь скажем, для начала надо понимать, в какой номинации человек хочет выступать, это раз. Второе, какая категория будет, это два, потому что в каждой номинации еще есть категория. Если он не знает, а ты подберешь, хорошо, допустим, я подберу классик физик, допустим, пляжный бодибилдинг, что у нас там еще есть. Бодибилдинг обычный, блин, в зависимости, опять-таки, от уровня соревнований. Ну, можно начать с областных. Год. Да ладно, год, полтора года до областных. Ребят, всего за год. Ну, это же просто смешная по сути цифра. То есть, если человек не сильно толстый, там мы не говорим. Среднее телосложение. Да, среднее телосложение, он уже ходил, качался всего год. Полтора года. Представляете, и вы, в принципе, не обязательно идти выступать, можно в голове держать, что я буду выглядеть, да? Примерно как тот парень. Соревновательную форму можно сделать, притом довольно-таки достойную. Пазар это ноль. То, что 120 килограмм сухой мышечной массы мы не увидим, но выступить и можно занять призовые места вполне реально на областных соревнованиях. Или, допустим, в любом же случае с чего-то надо. Да, если я блогер, да, я к тебе прихожу и говорю, слушай, я не хочу даже идти, ну, мне просто там, может быть, не хочется своим каким-то там мазаться гримом стоять на сцене, но я хочу быть, как эти ребята за год, которые стоят на сцене. Почему нет? Сделать форму такую можно. Просто, опять, нюанс какой. Давайте не забывать следующий момент, то, что соревновательный бодибилдинг – это пик формы. То есть, с такой формой ходить полтора года, год, полгода невозможно. Неделю-две с такой формой походить реально. То есть, слить воду, на вен просушиться, можно походить недельку. А вот такую форму, которая ближе к сливу, ее можно удерживать довольно-таки долго. Я полгода таким ходил. Да, ближе к сливу и самое главное интересует вот эти вот, как я считаю, только то, что можно проработать с тренером. То, что не видишь со стороны. Треугольный вот этот объем или X-объем, там, в зависимости от номинации. Расскажи, кстати, нам, вот ты, мне кажется, лучше расскажешь, вот треугольник, X-объем, что это такое? Собственно, имеешь в виду определенный ряд оценки в пропорциях. Да, но V-образная форма – это, опять-таки, у бодибилдеров, как правило, или X-образная. То есть, в зависимости от того, что мы когда фронтально стоим, то есть, у нас, получается, есть широкие плечи, узкая жопа, широкие бедра. То есть, получается, мы в совокупности такие песочные часы, как бы имеем, как бы это ни звучало. То есть, ну, в принципе, в оценке, допустим, если берем плечи вверх и, допустим, пик бедра, да, то есть, получается как раз X-форма, грубо говоря. Если мы берем, например, форму классик физик, это V-образная форма, то есть, у них бедра не преобладают, у них широкие плечи, узкая, получается, узкий таз, собственно говоря, и, собственно говоря, не особо, ну, допустим, объемные бедра, что немаловажно. Ну, там многие нюансы связаны еще с позированием и тому подобное, но плюс-минус одно и то же. Минус физиков, в принципе, то же самое, V-образная форма. Вот. То есть, это вот основные критерии, в принципе, такого разбора. Слушай, ну, мне кажется, и в жизни V-образная форма довольно-таки круто смотрится. Ну, я о том же и говорю, что... То есть, узкая талия, широкая спина, объемные плечи, хорошая подтянутая грудная клетка, это очень круто. Ну, хочется, да, и ведь так много появилось разных направлений и блогинга, и когда просто человек, ну, вот, например, мы с Сергеем Романовым снимали интервью как-то давно, он просто медийный, его блогером не назовешь, но он постоянно где-то в новостях, под камерой, он выступал тоже, по-моему... Я помню, в Наби, в Наби, да. То есть, человек просто за счет того, что он медийный, естественно, ему тоже хочется, ну, презентабельно выглядеть. Ну, почему нет? Он, во-первых, не связан с бодибилдингом уже давно, как я знаю. Да, да. И при этом молодец, успевает. При этом выглядит очень приятно. Мы сегодня теряем. Что мы сейчас делаем вообще? Вот сейчас мы уже можем применить те тренажеры, из рубрики которых я называю «безопасные», здесь уже можно чуть-чуть повыебываться, я это называю. То есть, это все системы хаммера, это раз. Ну, кроссовер я уже обозначил, в принципе, ну и, в принципе, еще можно поработать с сведением рук сидя. То есть, я обычно... Как у меня построена тренировка? Предварительное утомление, одно хорошее тяжелое базовое упражнение, потом одна дошлифовка-доработка, как правило, и уже подсобные упражнения тренажерные для того, чтобы уже лучше как-то поработать. Вот. То есть, в данный момент мы сейчас начинаем тихонечко набирать веса до рабочего, и потом уже рабочим 3-4 подхода на 10-8 повторений будем шлепать. Сергей, смотри, опять же, очень много споров, да, типа вот кому-то хаммеры, гантели. Твое мнение, вот в чем разница, почему мы сейчас пошли на хаммер, я не знаю, а не пошли гантели сжать? Ну, во-первых, у меня несколько вариантов тренировок, что на грудь, что на спину, что на плечи. У меня мои ребята тоже подопечные, тоже имеют разные стратегии, планы ведения тренировок в зависимости. Первое – от травмы, если у кого-то что-то есть. Второе – от объема работы, если тоже что-то есть. Третий момент, опять-таки, от того, какая тренировка была до этого, тяжелая, средняя или легкая. Вот. Естественно, в зависимости от этого будет строиться и остальное. Почему сегодня у нас хаммер? Опять-таки, первое – потому что я тяжело работал с базой, и мне сейчас нужно побольше прожаться. Плюс ко всему, у меня стабилизатором сегодня были плечи, то есть меня предварительно утомлял, в следствии чего у меня сегодня уже работу идут набивные хаммеры. То есть я очень хорошо пожал сегодня в горизонте. Если бы был наклонный вариант, была бы аналогичная ситуация. Вот. Вот если бы я, например, сегодня ставил гантели вместо бы штанги, например, у меня бы больше было бы работы, например, с разводками. То есть я бы больше по разводке поработал. И со сведениями. Так как сегодня все-таки у меня два кроссовера было, и одно, собственно говоря, одно большое базовое упражнение, то есть жим, да, с учетом того, что жим для меня стрессовое упражнение, я его давно не делал. Это тоже момент я учитываю. Естественно, добивные упражнения будут у меня те стоять, которые самые безопасные. Здесь меньше стабилизации, больше комфортной работы, можно сфокусироваться лучше. Поэтому я вот выбираю хаммеры после таких вот тяжелых стрессовых упражнений. Мне вот в них комфортнее поработать, безопаснее. То есть я для зрителя зафиксирую. То есть основной точкой для нас является то, что обычно в начале тренировки мы используем тяжелые упражнения, где сильно задействованы стабилизаторы, а дорабатываем уже упражнениями. Цель какая, как я уже сказал, у меня? Выполнить необходимый объем работы. Это раз. Во-вторых, хорошо проработать мышцы. Это два. То есть я должен не только выполнить там определенный объем работы, да? Помимо этого, я должен хорошо прочувствовать мышцы во время тренировочного процесса. Следствие чего, в зависимости от тренировочного плана, я могу выматываться. То есть базовые упражнения очень хорошо выматывают. Поэтому надо подбирать такие упражнения, которые менее травмоопасные и комфортные для выполнения. Комфортные для выполнения. То есть можно на них нагружаться хорошо, но тебе, чтобы было комфортно, контролировать вес, например, делать правильно движение. А я еще, бывает, скажем так, валинирую, например, с вариантом акцента выполнения упражнений. То есть я позитивно фазу люблю замедлять. Это очень немаловажный фактор. От этого увеличивается объем работы. Это тоже немаловажный момент. И, естественно, для меня удобнее такие вот, например, скажем так, изменения в акценте техники ставить, например, в упражнениях, в которых лучше всего я контролирую себя. А для меня это хаммер и сведение. Это самый такой хороший вариант. Почему, как мы уже говорили, очень много точек опоры. Зафиксированный тренажер. То есть у нас рука вправо, влево, вверх, вниз не уйдет. Она идет только вперед, назад. Все. Контроль максимальный здесь. Максимально комфортно работать. Можно сконцентрироваться. Можно и с весом поработать побольше, поувереннее. Потому что здесь нас не придавит, не задавит. То же самое в блоке, например, при сведениях. Там не придавит, не задавит, не уронит. Поэтому эти варианты упражнения самые комфортные, безопасные. На них можно сконцентрироваться побольше. А те, например, упражнения, которые требуют стабилизации, фиксации, вот на них лучше как раз меньше выкендриваться, я считаю. Но их обязательно выполнять тоже надо. Я думаю, что если зритель занимается самостоятельно, даже можно посоветовать, как, если он не умеет жать, работать в камере, да? Можно так сказать? Конечно, конечно. Лучше даже начать с этого варианта. То есть если, вот мой личный совет, если вообще работаем отдельно, нету страховки, там без тренера занимаемся, бывают залы круглосуточные, приходим там в час-тридцать ночи, там, естественно, шаром покати, никого нет, максимум борща там где-то, в одном конце зала там кашлянуло, там пукнуло. То есть вот так вот все находится у нас в таком плане. И мы одни в зале. Лучше всего сначала начать с упражнений комфортных, то есть это система камеры, сведения, потом перемещаться тихонечко, например, на другие варианты. Это, например, у нас те же самые жимы в смите, например, зафиксированные, да? Потом что у нас еще идет? Те же самые кроссоверы. В принципе, как вариант можно рассмотреть, но не нейтральный, например, а снизу кроссовер. Тот же самый вариант второй, то есть кверху, книзу, потом уже переходить тихонечко, например, уже на штангу и на разводку. Гантели, например, рассматривать уже вариант попозже. И вот таким образом тихонечко-тихонечко перебираться и стабилизаторы свои подготовить к основной работе. Немаловажный момент, опять-таки, оттачивание техники выполнения. Это очень важный момент. Почему? Потому что если мы не умеем фиксировать вес в пространстве, да, например, если не умеем его грамотно правильно вести, где-то замедлиться, то есть контроля над весом нет, я не советую такой вес брать. То есть берем тот вес, который мы в пространстве можем крутить, вертеть, поймать, зафиксировать, обнять и не отпускать. Вот это хороший вариант вообще работы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, дорогие друзья, мы закончили нашу тренировку гигантских грудных. Сергей, у вас будут такие же, если вы будете делать такие тренировочки почаще, да? Ну, на веса я не советую, конечно, ходить, но алгоритм, который мы сегодня делали, вполне очень уместен для тренировки. Попробовать можно. Если что, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, задавайте вопросы. Возможно, исходя из самых интересных, актуальных, мы что-нибудь придумаем и отснимем еще видеоролики как раз с ответом на них. Канал Сергея Попова в описании внизу. Не забывайте об этом. Или если вы смотрите это видео на канале Сергея Попова, мы тоже... Так же, как и канал Сергея Кравцева тоже будет в описании к видео. До новых встреч. Будем ждать вас. Да пребудет с вами здоровья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова